приветствую вас дорогие друзья на канале industrial music internet project и в этом видео хочу вам рассказать о очень интересном замечательном просто жанре в музыке как сибирский панк рок что же это такое что же это за жанр собственно многие из вас знают те кто слушает рок-музыку слышали когда-то возможно кому-то может быть не очень нравится группу гражданской обороны Егора Летова и все его проекты например все что с ним вот связано это является так сказать наверное каноном иконы или как угодно можно сказать передовым наверное советским российским панк-роком собственно в этом видео хочу попытаться воссоздать какой-то элемент связанный с этим именно жанром попытаюсь сделать музыку стиле панк-рок сделаю звучание более грязным может быть гаражным что-то вот такое намешанное шугейзом какие-то экспериментальные гитары буду делать это все на программе мобильном телефоне под названием music maker jam собственно и потом буду записывать вокал что же это будет за вокал это будет сюрприз тому произведению которое я прочитаю вы узнаете дальнейшее из моего видео собственно сейчас я бы хотел вам предложить окунуться немного в историю и я расскажу вам про жанр что же это такое погнали сибирский панк отличает текста центризм многие из музыкантов этого круга воспринимаются как поэты специфической оригинальной традиции пренебрежительное отношение к внешней атрибутике панк-рока и его карнавальной эстетики на смену которой пришла эстетика ее родства радикальный анти тоталитаризм и философская направленность музыкальном плане зачастую грязный шумовой звук концу 1980-х годов характерной чертой сибирского панка стала также открытость русскому фольклору некоторое почвенчество илья кукулин рассматривая сибирский панк-рок как направление рок-поэзии называет важной его особенностью новое отношение к культурной традиции поэты и музыканты этого направления парадокса листики используют цитаты и аллюзии переосмысливают их заставляя звучать в непривычном контексте существует мифологической среде русского советского фольклора сибирский панк переписывать традицию сдвинутая мифологена становится способом задать личный экзистрациональный вопрос миру смотрите собственно про жанр я вам немного рассказал ввел вам небольшую историю чтобы вы понимали что это такое именно да идет очень интересно поработать в этом жанре так как он мне очень близок гражданскую оборону я слушаю другие проекты например как коммунизм и так далее да все что связано с его рамп летом янкой дягилевым до черный луки чум и так далее наверное единственная с кем он не записывал эта группа калинов мост который играла очень давно ну прям сибирский панк-рок ну почему-то вот как-то у них не сошлось и не заладилось хотя остальные проекты очень интересные и возможно даже иногда какие-то но вызовы и грязные такие до тяжелые для восприятия музыка тексты очень бывают психобиличные какие-то да и переосмысление каких-то например так сказать художников поэтов каких-то их изречений своеобразной новой атмосфере именно связаны с этим вот сибирским панк-роком то есть добавление какого-то гаражного звучания добавление шугейза экспериментальных гитар то есть может быть это даже и безударных собственно да и просто под акустическую гитару с определенным надрывом или надрывом в голосе то есть различия особенности бывают разные собственно ну и как бы те кто знают те кто слушают жанр как бы не хочу чтобы соотносили мое имя видео потому что я пытаюсь как-то вот сделать вот что-то похожее именно по звуку я сделаю вот именно что-то свое сделаю свой сибирский панк-рок потому что как бы я сам из города новосибирска и он является городом где жила янка тягилева я свое время проходил мимо этого дома видел нумеральную табличку то есть дом очень старенький в плачевном состоянии не знаю ходили даже слухи о том чтобы его снести или не сносить то есть какие-то петиции создавали чтобы оставить это место потому что поэтесса это была знаковая для города в свое время сейчас конечно про нее немногие подсобили да но я думаю текста у нее и музыка была очень характерна и приняла очень многие черты именно гражданской обороны его или этого его влияние на неё наверное невозможно как-то переоценить или недооценить то есть она была она есть она чувствуется и в музыке и в текстах но все равно она является каким-то собственно своим наверное ответвлением и женщин в подобной музыке не так уж и много вообще считали там многие что и ей то место там быть не должно но тем не менее она есть была и в наших сердцах в памяти в нашей музыке вот она как бы живет вот это несколько напрягало вы пытались ей делать всякие выговоры ей там призывать ее к совести вызывать была крайне дерзкая но очень девушка была непокорная вот допустим ее спрашивали Яна вот надо ли тебе вот такие записи как деклассированным элементом допустим или вот то что там это же все равно немножко там Егор Летов она говорил нет нет это вот впервые я получила то как я хотела видеть эти песни они максимально приближены вот по духу как слышит любой музыкант изнутри что должно выйти в электричестве но все равно рок-музыка это в большей степени электричество он на такие вещи она очень очень она это не принимала всего нам полу что она была в beim смысе более твердый чем музыча если она дать toes Idea получила два порожей но если мы не стала это да и вот я это уверен сто процентов а вы его или вот вот политики такие мужественные когда наper c&g или подружки и мы прошлым вам поехал сами коле Grupm которые сейчас корп Valentine während Okay нет это идея фикс они ни broader подражка коле генидкова я� один празд lazioсть тр ukash как раз с школе а яна попросила словно пути play pride просто хвосток никогда не приехали этот братья личинка то что проектор гитлер этот Старшая Женька, ну в общем я крайне был недоволен тем, что Егор просто забыл их. Единственное, в последнем альбоме она за песню «И жена». Я чувствую себя не в своих штанах, по-моему. Какую песню он пел, он говорил в интервью. Да, то есть вот это. И тут мы начали как бы мириться. То есть каждый другому говорил то, что о нем думают. Тот ему объяснял, почему это так. Неожиданно вдруг оказывалось, что Летово не очень много разделяется с Бэбом. Меня-то естественно с ними совсем ничего не разделяет. И как бы мы одно, как бы мы братья, и мы на таком порыве. Ну понятно, что там опьянение не могло быть сильное. Во-первых, молодые, во-вторых, этого всего было немного. А в-третьих, было возбуждение такого уровня, что вот кто находился в возбуждении, ты только не пей, ты как бы опьянеешь очень медленно. И мы решили побрататься, потому что вот как бы Янка и примирила, и это просто ужасно. Как же так? Ну там все как бы бойцы, нам даровано жизнь, мы должны ее пить. А тут вот откуда пошла эта речь, что она наложила на себя руки? В общем-то Нюрыч сейчас говорит, что это не обязательно было, возможно это просто слетело как одна из версий. Но мы точно тогда были уверены. И вот она порезала, каждая разрезала руку, крест, приложились в ноги, и побратались вот. Так же как и Гражданская оборона, которая мне очень сильно нравится, и текста психо-дриличные. То есть очень интересно все сделано, и гитары такие, какие-то вот, особенно вот знаете, как вот сборник у Егора был, где он перепевал советские песни, какое-то некое переосмысление, очень классно выдалось. И давайте я вам сейчас прочитаю текст для переосмысления моего сибирского панк-рока. Мы Эдисоны невиданных взлетов, энергии светов, но главное в нас это ничем не заслониться. Главное в нас это наша страна советов, советская воля, советское знамя, советское солнце. Внедряйтесь и взлетайте, и вши, и ввысь, взвивай, изобретатель, рабочую мысль. С памятник Ростом будут наши капусты и наши моркови, будут лучшими в мире наши коровы и кони. Массы плоть от плоти, кровь от крови, мы советской деревни Титаны-Маркони. Пошла борьба и в знании, класс на класс, дострой коммунные здания с мекалкой масс. Сон электростанций зажгись, пустырями сонными спрессуем в массовый мозг, мозга, людские клетки. Станем гигантскими, станем невиданными Эдисонами. И пяти, и десяти, и пятидесятилетки, вредителей предательства и белых знаний лоск, зовей изобретательством рабочий мозг. Мы Маркони гигантских взлетов, энергий и светов, но главное в нас это ничем не заслониться. Главное в нас это наша страна Советов, советская стройка, советское знамя, советское солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...